Насколько качественно и своевременно обслуживаются ветераны Великой Отечественной войны в медицинских учреждениях Пушкинского района. Такова тематика совещания в районной администрации на этой неделе. Каждый год у нас есть отдельные негативные моменты такого плана, что вот все-таки какого-то ветерана обошли стороной, какого-то ветерана не полностью посмотрели, кому-то какое-то исследование не сделали. Есть ветераны, которые прибыли на территорию района, ранее проживающих в других субъектах федерации. О них никто не знает. И медицинские работники о них тоже не знают, их пропускают. То есть вопросы очень часто такие возникают, особенно в канун праздника Дня Победы. На совещании выступили главные врачи поселенческих медучреждений. В своих докладах они рассказали о том, какие медицинские услуги предоставляются участникам войны. И что делается для того, чтобы все необходимые обследования участники войны проходили с максимальными удобствами. Если участники войны, инвалиды войны, которые нетранспортабельны, пожелают что-то еще дообследовать, значит, приехать в поликлинику свыше объема того, что можно сделать на дому, то выделяем машину, привозим. Значит, те, которые, слава богу, мобильные, живут на Нижней Проектной, мы выделяем машину в день осмотра, значит, их забираем на машине и отводим обратно, выделяем определенный день, чтобы в этот день работали все специалисты только на инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 26 участников войны на сегодняшний день у нас, из них 80% запланировано посмотреть на дому. Значит, на сегодняшний день, и 10 человек у нас в поселении Зеленоградске. На сегодняшний день, значит, у нас разработана программа, какая у нас каждую среду участковый врач-терапевт, значит, подготавливает такой вот отчет, он у нас, только что совещание было, кстати, у меня, значит, в котором указано, какое количество прикрепленных участников на его участке, что положено, что сделано. Согласно отчетам пушкинских врачей, по большей части все обстоит не так уж и плохо. Однако те, кто по долгу работы ежедневно встречается с ветеранами Великой Отечественной войны, утверждают иное. Я хочу сказать про нашу забытую богом Чимускинский. Вы знаете, конечно, у нас, во-первых, значит, два участника войны, два узника, два блокадника и восемь вдов. Но все дело в том, что у нас всего один врач на два поселения, на Тарасовку и на Челюху, которая может принимать у нас один раз в неделю. И не все из них могут даже поехать в Тарасовку. А уж говорить о каких-то специалистах вообще не приходится. Участники войны уходят. Уходят, их не остается. Их всем уже 92, 95, 98. Вот мы с Ольгой Ефимовной ездим, вот мы видим, понимаете. И, конечно, и они тоже порой, вот не обижайтесь, товарищи врачи, но они порой забыты. Пользуясь информацией Альвины Георгиевны, хотел бы обратить внимание, что поактивнее сотрудничать надо со всеми советами ветеранов поселений, чтобы действительно вместе коллегиально эти вопросы решались оперативно. И чтобы, еще раз говорю, не было у нас такого, что кто-то не может быть найден, кто-то потерян, кто-то уехал, а потом вернется 1 мая и будет не обследован. Оксана Савельева, Александр Девкин, телеканал Твой.